Друзья, привет! Привет! Наступил 2020 год. Сегодня, если не ошибаюсь, 4 января, вроде бы. Я, по-моему, да, вот только вчера вообще узнала, какой день недели, какое число. Совершенно потерялась эти каникулы, они, конечно, божественные. Вот так не хочешь, чтобы они заканчивались. И, в общем, я вспомнила, что я как бы хотела видео записывать, делать фоточки. Ну, пока до фоточек руки не дошли. Вот выложила фавориты, хочу про них пост написать, но пока этого не случилось. Итак, сейчас покажу вам покупки последней из подружки. Кика чуть-чуть и чуть-чуть органикичен и подарок из бодишоп. Мне мама подарила, это было частью подарка. Вот, поэтому приступим. Скорее-скорее, быстрее-быстрее. В подружке. Первое, что взяла, у меня был сертификат. И один раз, по-моему, я просто так ходила. А, я ходила покупать подарки и что-то себе чуть-чуть взяла. Ну, в общем, первое, это бальзам. Не знаю, оставлю себе или отложу на подарок. У меня так бывает, я что-нибудь накуплю, а потом это откладываю на подарки. Иногда что-то нужно экстренно собрать, и очень удобно. И надо бежать в магазин. Ну, взяла, в общем, такой пепси. Много разных бальзамов, как вы знаете, в подружке. Глаза там разбегаются. Мне кажется, у меня такого никогда не было. Я все время смотрела, видела в покупках, на девчонках и видео, и сторисы, где только можно. Но тут у меня вроде не было. Далее. Что далее? Новая бомбочка для ванны от любимого бренда Dresner Essence. Но мне кажется, что у меня такая была, и мне кто-то ее привозил из Европы, из ДМа или из Росмана. Мне кажется, в ДМе, да, они представлены. Ну, пахнет приятно. Такой, знаете, сплошная корица. Теплый такой согревающий аромат. Но на сайте, кстати, представлено было больше новинок. У меня вот в подружке была только такая. Взяла себе тенюшку. Так, тут, конечно же, все заклеено. Сейчас мы быстренько все это... Конечно же, должен был остаться липкий слой на тенюшке. Спасибо. Ладно, потом этим займемся. Вот такая обычная однушка. Стандартная. Я уверена, что она давно продается, но я что-то решила обратить... Так, как открыть его? Господи. Сейчас еще без ногтей останусь, которые и так у меня испорчены. Открыла. Ура, товарищи! Вот такой оттенок. Ну, насколько видно при таком освещении. Персиково-золотистый. Знаете, это типа нарс-оргазм, только тени. Ну, даже тут больше в золото уходит. Красиво. Не знаю, как вам показать, потому что я с лампы снимаю засвечивать сильно. Красиво. Красиво я такие оттенки люблю. И вообще, я поняла, меня сейчас прям так и манят покупать однушки. Не знаю, вот хочется. Вот у меня много однушек. Странно, но факт. Я вот купила себе от Nars, от Estee Lauder, от Bobby Brown, от Smashbox, и каких я только не накупила. Вот еще Nars... Ой, 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 еще Catrice мне не хватало для полной коллекции. Подружки, кстати, мне подарили поп-сокет, и там опять тянешь карточки, и можно вытянуть на следующий месяц скидку. Я все и так покупала с 30%, потому что по карте было 15, и 15 по дополнительной такой одноразовой карточке. Взяла чуть-чуть, как всегда, прям чуть-чуть новых масочек. А тоже так получилось, что я и покупала много на подарки, и на работу я что-то из своих запасов там, ну, как бы собирала наборы. Ну, в общем, как-то так. Все разошлось, плюс каждый день делала масочки. Масочки, в общем, не сказать, что ни одной не осталось, но меньше, уже меньше, чем в тот момент, когда я снимала свои запасы. Итак, вот такие две взяла новенькие из одной серии, с мангостином. Ну, тут, конечно, меня дизайн подкупил. Очень нравится этот фрукт. К сожалению, я не была в Таиланде, но пару раз вот в Москве покупала, мне очень понравилось. И виноградная. Одна увлажняющая, другая балансирующая. То есть, что она мне там будет балансировать, не очень понятно. Ну, как всегда, я повелась на дизайн. Еще, мне кажется, тоже новая маска. Это прям серия, которая направлена на сужение пор, но они все разные. У них оттенок разный, там фиолетовый, зеленый, синий и так далее. И разные витамины. Смотрите, 10 минут, 10 дней, 10 эффектов. Ну, просто, ну, просто волшебство какое-то. Посмотрим. Это у нас Dermal Shop, а это Water Type, ля-ля-ля, чё-чё-чё. Fresh Food. Farm Skin. Ну да, вот это вообще что-то новенькое. А этот бренд, мне кажется, был уже. Еще и бренд новый, и маска. Это Solume Skin Garden. Очень сложное название. Очень красивый дизайн. Причем там был жасмина, по-моему, календола и вот маска роза. Здесь у нас, значит, пилинг glow, перчаточка для пилинга. И, смотрите, это маска как бы из микрофибры. А была еще гелевая и была еще просто, по-моему, хлопковая или просто тканевая там была указана. То есть у них разный эффект, разный экстракт цветочков и разная еще сама основа. Очень интересно. Прям максимально. Блин, чек я выкинула, но... Мне, конечно, на рублей 150 стоило. Ну да, подушечка или очищение, сама маска. Я вообще обожаю такие двуступенчатые. Это прям ван лав. И они, конечно, намного круче и лучше работают. Потому что ты прям супер... Идеально очистил свое лицо. Отшелушивают, да, они здорово эти... Рукавички, подушечки. Разные бывают. Потом сделал масочку. Красиво, красиво. Что тут скажешь? Еще две масочки из подружки. Это такая вот серия. Я уже покупала из этой серии, но, по-моему, еще не пробовала. Это у меня яблочная, она разглаживающая. Это вот самое то. Знаете, после праздников так хочется себе что-нибудь разгладить. И похудеть шла. Это прям вот моментально. А то грустно смотреть на себя в зеркало. И еще одна успокаивающая. Это вот эта прикольная серия. Я вам как-то зачитывала здесь, знаете. Каждое утро ты был защитой супергероини Хару. Она борется за твою идеальную кожу. Ля-ля-ля-ля-ля. Ой, ну это вообще какая-то история. Делись потрясающими селфи с хэштегом. Пусть весь мир увидит твою красоту. Так, это вот это с лошадиным маслом или нет? Нет, это без. А вот в этой серии, по-моему, еще есть с лошадиным маслом маска. В общем, вот так все прикольно выглядит. Вот так омельцы. Мне кажется, я тоже покупала, но еще не пробовала. И вот как будто аккаунт. Видите? Забавный, не знаю. Еще, ну это из простого. Вот взяла пасту. Мне вот такая очень нравится. Взяла какую-то новую. Я смотрю активно. Прямо в Инстаграме ее рекламируют блогеры. Клоузап. И сейчас, что приятно и интересно. Акция. Ты одну покупаешь такую пасту. Она, по-моему, 160 рублей стоит. Вторую тебе дарит. Посмотрим, что там нам блогеры рассказывают. Что это за такие волшебные пасты. Из Organic Shop. Была там 30 декабря. Мы с Дашей ездили на Кузнецкий мост. Конечно, там был ажиотаж. Все побежали за подарками. Но я тоже за подарками ходила. И себе вот немножко взяла. Первая, это глиняная маска. Контур для овала лица. Мне кажется, тоже идеальный вариант после праздника. Что-нибудь себе подтянуть. Но тут, знаете, все не просто так. Сзади нам пишут. Первый шаг. Ежедневный массаж. Контур лица. 10 минут. Типа там, переходите на сайт. Смотрите, как делать массаж. Потом делаем масочку. Третий шаг. Каждый день выпивай полтора литра чистой воды. Откажись от соли и сахара. Да, было бы это вот сейчас неплохо сделать. Четвертый шаг. Старайся следить за правильной осанкой. Поставь всем напоминание. Каждый час на телефоне. Ну, тоже верно, потому что все время смотрим в телефон. От этого у нас и на шее вот эти вот все полосочки некрасивые. Значит, овал лица у нас опускается. Все вот такое грустное. Потому что все время вниз смотрим. Дальше. Я полностью согласна. Ну, посмотрим, что это за маска. Даша купила для проблемной кожи в синей такой голубой упаковке. Ей понравилось. И я тоже читала отзывы хорошие. Но вот я взяла такую. Посмотрим, посмотрим, что же это. Две баночки от блогеров. Одна из старой, ну, более старой серии. Не самой первой. Их сколько уже? Три-четыре вышло. Вроде еще там планируют. Это дочки, господи, госпожи Маши. Как их? Маши Федоровы? Кто у нас там? Главный редактор. Ну да, 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 по-моему. Тут просто ее ник указан. Ну, по-моему, да. Маша Федорова ее мама. Это Вероника Федорова. Насчет фамилии что-то я... Реально, вот эти праздники, я вообще ничего не могу вспомнить. Чьи имена, вообще где я, что с ними происходит. Сама мне эта девушка не нравится как блогер. И как бы там вообще все понятно с ней. За счет чего она вдруг стала джем. Потом она работала в рекламном агентстве. Потом она оттуда ушла. Чем-то она сейчас опять занимается. Там все. Она мега инфлюенсер. У нее 12 тысяч подписчиков. Прям все. Супер класс. Молодец. В общем, это сахарный матч из краб для лица. Но я фанат матча, во-первых. Во-вторых, я люблю скрабы. В-третьих, ну, такая у него... Я в магазине открыла интересные текстуры. Сейчас открывать не буду. Пока не собираюсь прям сегодня-завтра пользоваться. Хочу, чтобы немножко он постоял. Ну, потому что... У меня так редко бывает, что я что-то покупаю и сразу открываю. Нет. Такого у меня не бывает. И второе. Обожаю эту девушку Екатерина с ником Ультракатрин. Читаю ее давно уже блог. Она прекрасна. Вообще молодец. Очень правильно она вещи и делает, и пишет, и... Ну, классная, в общем. Мне она очень импонирует. И она выпустила такой увлажняющий крем без масел для жирной, склонной к воспалениям кожи. Хорошие тоже отзывы. Но вообще, знаете, интересный момент. Для жирной, проблемной кожи они выпустили ну дофига всего. Я вот еще думала взять от Сережи Острикова. У него тоже, по-моему, для жирной комбинированной кожи, там, или для склонной к жирности. Но его маска мне очень нравилась. И вот дальше ты идешь, вот по рядочку, где все с блогерами, и вариантов для жирной кожи просто море. Через две банки идет какой-нибудь вот крем такой. Это странно, но... Не знаю, у меня просто есть доверие к этому блогеру, поэтому взяла. Тоже сейчас не планирую открывать. Очень много ухода использую. Хочется добить побольше баночек, потом уже открыть новенькое. Следующая-то Кика у нас идет. Первый продукт. Это база под тени и под помаду. Такая двухсторонняя штучка. Очень красивый дизайн. Вообще красивая коллекция. Для глаз у нас в таком бежевом оттенке, как знаете, в виде консилера. А для губ как прозрачный бальзам. Я причем и себе купила, и маме, и подруге. Но вот мама уже затестила эту сторону для губ под помаду. Ей очень понравилось. Ничем не пахнет. Ну, люблю такие штучки. У меня не так... Под помаду вообще, по-моему, нет праймера. Под тени есть. Ну, не сказать. Может, один-два. И то второй, скорее всего, закрытый лежит. И румяшки. Очень красивый. Конечно же, у меня румян море. Но я люблю прям этот продукт. Тоже красивый дизайн. Очень миленько выглядит. И вот они. Такие припыленно-приглушенно-темно-розовые. Назовем их так. Тоже. Такие оттенки люблю. И еще даже вот потемнее. Вот. Из последних покупок это вроде бы все. Очень хочу себе купить аромат. Селенский Роузен, по-моему, он называется. Как раз ультра-катрин очень любит. Вообще, бренд израильский. И, кстати, интересно, сколько этот парфюм стоит в Израиле. У нас... Слушайте, забыл. 30... Ну, их всего два варианта объема. Вот точно из 100 и, наверное, 50 миллилитров. Может 30. Фиг его знает. В общем, аромат в минимальном объеме стоит 4050 рублей. Это в их, как бы, официальных точках. В сумме 4500 стоит. Вот. Очень популярный. Черный перец, с амброй, что ли. Ну, в общем, точно черный перец. Дальше ноты брать вам не буду. И заметила на сайте, что есть с апельсином. Вот, интересно, эти пару ароматов потестить. Очень хочется какой-то приобрести. Я вообще, знаете, под конец 2019 года прям помешалась на ароматах. Я что-то прям всеми срочно понадобилась. Море ароматов джумалон. Потом, когда была черная пятница в Литуале, я закупилась тоже ароматами. Ну, не знаю, понесла душа меня куда-то. И последнее, что вам покажу, это подарок. Мама мне подарила набор из бодишоп. Конечно же, какой? С грушей. Я, помню, ей рассказывала, она запомнила. Аромат фантаст... Мой фантастический. Такой при... Это не сказать, что чисто аромат груши. Это какая-то она такая конфетная. Но очень клёво пахнет. Я очень хотела. Но бодишоп никогда мне не попадается просто. Везде, где он есть. Ну, где-то вот в Москве. Но это, в общем, мне совершенно не по пути. И поэтому я не захожу. Что было в наборе? Был гель для душа. Вот такой йогурт для тела. Ну, я, честно, всякими кремиками для тела, йогуртами и прочим редко пользуюсь. Наверное, это мама мне поможет использовать. Также... Вот этот бомбочек невероятный аромат. Вообще просто-просто волшебный. Вот такие две маленькие бомбочки. Маленькие, но удаленькие. Я вам говорю, так пахнет круто. И вот такой крем для рук. В общем, я очень довольна. Я прям реально мечтала об этом наборчике. Ну, вот оно вот такое вот. Знаете, это... То, что у меня появилось... Я вам скажу. Это с 30 декабря по вот 3 января. Буквально вот за эти дни. Потому что, да, 30 числа я была в Organic Shop и Kika. Вот потом я ходила в подружку 31-го. И вчера я там была. Ну, 31-го я там докупала подарки. И вчера вот я ходила, сертификат тратила. Такие вот новости. Просто уже хотелось вам показать, потому что я навалила все это в одну кучу, чтобы не забыть. Потому что обычно потом раскладывают по полочкам, по шкафам. И, конечно, забываю, что у меня где. Такие были покупочки последние. Ну вот, да. Из того, что очень бы хотелось себе купить на праздниках, это вот этот аромат. Потом я улечу в отпуск ненадолго. Но вряд ли я что-то прям так сильно буду покупать, потому что я полечу срочно кладью. Ну, может быть, какие-то миниатюрки или масочки. Что-то приобрету, потому что туда, куда я лечу, прямо на той улице, где я буду жить, будет ДМ. Понятно, что я зайду. Ну, просто я не смогу ничего тяжелого покупать. И большие банки. Ну, что-то маленькое я себе прикуплю. Вот. Такие новости. Всех обнимаю, целую. Надеюсь, что вы классно проводите праздники. Продолжение следует...